И мы возвращаемся после рекламы в эфире «Бугунь» в студию ведущая Лариса Волошина и наш новый гость в студии Сергей Высоцкий, народный депутат фракции «Народный фронт». Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. У меня, слушайте, я, знаете, вот всё, что я планировала у вас спрашивать, просто изменилось в свете сегодняшних событий. Потому что я хочу понять, что произошло. Потому что когда сегодня утром, то есть накануне годовщины референдума, я читаю заместителя... Так называемого референдума. Ну так называемого, но послушайте, я читаю заместитель главы Верховной Рады говорит о ГКЧП, о вооружённых людях, захвативших парламент. Вообще для меня это был шок, потому что это какое-то дежавю. И потом в итоге выяснилось, что никакого захвата не было, что потом оказалось, что это бойцы, силовики, которые пришли рассказать Верховную Раду, поделиться, что с ними происходило вчера. И дальше мы получили заявление РМБО, решение РМБО о блокаде оккупированных территорий Донбасса. А потом мы получили выступление Петра Порошенко о том, что закон об оккупированных территориях не будет принят, но будет новый закон о территориальной целостности Украины. Что вообще сегодня происходило? Да. Происходила некая экзальтация, мне кажется, нашего уважаемого вице-спикера парламента. Иногда просто нужно, мне кажется, давать отчёт в том, кто ты такой и что ты говоришь. Сергей, это было пугающе. Это Оксане, скажите, а не мне. Я понимаю, что такое политическая риторика. В отличие от некоторых товарищей, которые сидят в президиуме Верховной Рады и, наверное, должны были бы что-то понимать вообще. Иметь, я кто кажу, украинскую клепку в голове, прежде чем говорить о КЧП. Знаете, потому что политическая риторика – это такая интересная штука, ведь любое политическое понятие, которое в риторике используется, оно очень быстро подвергается инфлякции. Риторика политическая, политические слова, метафоры, образы – это конечный продукт. Знаете, и когда… Это аналогия Третий Майдан. Знаете, Третий Майдан, Третий Майдан, Третий Майдан. Много раз говорим о Третьем Майдане, вызываем на Третий Майдан, какие-то непонятные люди проводят Третий Майдан, и происходит просто девальвация. То есть я думаю, что, в принципе, вот эти истории с так называемым Третьим Майданом – это в том числе некая русская специальная информационная операция, потому что дело не просто в протестах неких иногда странных, очень маргинальных людей под видом Третьего Майдана. Это инфляция образа. Это навязывание того, что Майдан – это странное собрание очень странных людей, очень малого количества людей, которые идут, что-то там громят, устраивают какое-то мелкое хулиганство. Знаете, вот это инфляция, девальвация образа. Сказать, что это геки ЧП, сказать, что это военный переворот в ситуации, когда три фракции парламента хотят просто-напросто дать трибуну людям, которые пострадали от действий некоторых народных депутатов, и представить вторую позицию в информационном поле. Да, сбалансировать ее. Делать так, чтобы информационное поле формировалось не только стороной, заинтересованной в конфликте в зоне АТО, но и людьми, которые почему-то не имеют права голоса, почему-то их называют псами, почему-то им угрожают расправой, почему-то этим людям, почему-то их называют беркутовцами, хотя ни один из них не служил в Беркуте. Это такие же добровольцы, это люди, в том числе, которые пошли на фронт в 2014 году, кто-то из них вернулся из коммерческой деятельности, как мы уже знаем про одного из людей, которые выступали сегодня в Верховной Раде, и пошел защищать свою страну. Там это батальон «Киев-1». Почему этим людям нельзя дать трибуну, для того, чтобы они высказали свое мнение о том, что произошло вчера ночью на блокпосту? Когда вице-спикер парламента говорит, что это ГКЧП, я хочу ей ответить публично, что в случае реальной угрозы, да если мы будем разбрасываться такими словами, люди не поверят, что это серьезно. Нельзя говорить о военном перевороте тогда, когда три человека в форме, служащие полиции, правоохранительных органов, выходят на трибуну Рады что-то рассказать. Далее. Сегодня в парламенте многое говорилось о том, что якобы... Сейчас, секунду, я не зря залезаю в телефон, я прошу прощения. Якобы никто не имеет права находиться в парламенте, это священное место для отправления законотворческой инициативы депутатов. Знаете, я вспомнил одну историю, которую я наблюдал ровно год назад, кажется, да, чуть больше года назад, это 25 ноября 2015 года, когда во время пленарного заседания в зале Верховной Рады была прочитана пьеса «Семь». Очень важная пьеса о насилии в семье, о правая женщина, ну мы не сомневаемся, что это важная была пьеса, но была она прочитана народными депутатами Украины, а также активистами, в том числе Тамилой Ташевой, и Натальей Сумской, актрисой, и прочими лицами, которые не являлись членами парламента. И, о господи, они почему-то находились на ковре в зале парламента, не осквернили своими стопами этого ковра. Как же так может быть? И у меня вопрос, почему люди, которые каждый день защищают суверенитет государства, в зоне проведения антаристической операции, ходят под пули российских боевиков, не могут вступить на парламент, а, извините меня, активисты с пьесой «Семь» могут? Что это за история? А правда состоит в том, что просто некоторые наши коллеги, в том числе и фракции «Самопомощи», знаете, я бы очень не хотел на крымско-татарском канале вот влезать в эти украинские дрязги, но раз уж приходится, они почему-то решили, что вместо той либеральной повестки, с которой они шли на выборы в 2014 году, защита бизнеса, защита предпринимательства, и где мы все были бы абсолютными союзниками, потому что я тоже не согласен, как и фракция «Самопомощи», с многими решениями правительства, последними в отношении предпринимателей, в отношении свободы предпринимательства, где мы бы все в зале, демократические силы могли бы быть союзниками. Почему-то фракция «Самопомощи» решила, что пиариться на деструктиве – это нормально. И почему-то вице-спикер «Серейд» решила, что если она даст трибуну трём защитникам нашего государства, это повлияет на рейтинги её политической силы, это дискредитирует позицию «Самопомощи», которая с пеной у рта защищала тот бардак, который поросюх с компанией устроил на блокпосту. Кидаться на полицейских, обзывать, угрожать их семьям, рассказывать, что мы найдём ваших детей, провоцировать открыто на конфликт, на стрельбу этих людей, которые находятся в зоне постоянного стресса. Вы представляете, что такое линия фронта? Это приближённая, это не первая ленточка, но это вторая ленточка. Это постоянные фильтрационные мероприятия, это вылазки ДРГ противника, это постоянный стресс. А тут приезжает какой-то человек, который называется народным депутатом Украины, который тычет корочку, провоцирует на стрельбу, сопровождающий которого рассказывает, что мы найдём ваши семьи, мы покалечим ваших детей. Обзываются, хамят. И при этом люди, извините меня, они привыкли стрелять. Они привыкли, что конфликт в зоне АТО на войне решается очень понятно автоматом. Они должны были стрелять вообще-то? Ну, теоретически. Ну, теоретически. И сегодня отдельная благодарность им вынес, я знаю, министр МВД РСНВАКО за то, что они всё-таки не поддались на провокации и не начали применять оружие. Хотя оружие, ну, так называемые там активисты, я не знаю, кто это, что это за люди были, они начали вытягивать оружие, там, демонстрировать его и так далее. Но это же какой-то бред. Знаете, у меня было много конфликтов даже с новой полицией. Я тоже был участником разнообразных блокад. Но ни разу не было ситуации, когда мы с коллегами-депутатами, не то чтобы даже с активистами, да, с депутатами мы подошли, мы всегда подходили к сотрудникам полиции, к сотрудникам СБУ. Если у нас были некие акции, даже прямого действия, даже жёсткие акции, и объясняли им свою позицию. Вот мы народные депутаты. Мы делаем эту акцию и производим данные действия вместе с активистами по таким-то, таким-то причинам. Мы не будем нарушать общественный порядок. Если здесь будут возникать какие-то провокации, знайте, это не мы, мы поможем эти провокации обезвредить. Но мы живём в свободной стране, мы имеем право в том числе в радикальный способ, в том числе с фаерами, в том числе с некими спецэффектами, в том числе иногда, да, не насильствуя, но заблокировав там некоторые, ну, мы блокировали, допустим, порты против российской контрабанды топлива. Да, и после этого контрабанда топлива, кстати, прекратилась. Но мы их блокировали сначала в законный способ, да, не привлекая, то есть на каждом блокаде были юристы. Наши депутаты, которые нам помогали, и коллеги, в том числе я, там другие коллеги, они были предельно корректны вместе с органами по отношению к сотрудникам органов правопорядка. Мы постоянно обращались к руководству органов правопорядка и правоохранительных структур и рассказывали, что мы будем делать, когда и как мы будем делать, чтобы не было провокаций и конфликтов. В итоге мы стояли на этих блокпостах вместе с таможенной службой, вместе с сотрудниками полиции для того, чтобы контролировать действия силовых органов в качестве активистов в общественной блокаде. Потому что, когда стоит на одном посту сведенная группа СБУ, таможенные службы, полиции и рядом общественный активист, то никаких взяток, никакой контрабанды, ничего там не может происходить. Вот и все, что произошло. Поэтому я, знаете, я возмущен просто. Я просто возмущен. Мы еще вернемся к этому. У нас сейчас на связи с нами Абдурашид Джапаров. Это правозащитник из Крыма по телефону. И он рассказывает жуткую историю о том, как молодого парня, крымского татарина, буквально сегодня, неожиданно, когда он выходил с работы, задержали сотрудники ФСБ. И, в общем-то, в принципе, мы можем говорить и о попытке похищения, и об угрозах. Здравствуйте, здравствуйте, Абдурашид. Алло, вы слышите нас? Да, я слышу, да. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что произошло. Ну, сегодня, в районе 16 дня, продержали Эмилия Мухтерева, в городе Феодосе, работники ФСБ с Ялтой. Продержали там его два часа, потом на машине выездили, и там дальше историю, что-то интереснее. Я думаю, что он сам лучше расскажет все это, как было с ним, он рядом, я могу ему передать трубку. Да, конечно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что с вами произошло сегодня? Ну, в 16.00 меня забрали, подъехали, подошли ребята, и показали к силу один из них, и говорят, пойдем, пройдем с нами в машину. После того, когда я сел в машину, они начали меня везти, и я когда спросил, куда вы меня везете, они сказали, сейчас мы тебе все объясним. Ехали, искали в городе Феодосия, здание ФСБ, потом нашли, завели меня в это здание, завели без никаких росписей, то есть, ну, как между собой они созвонились, меня впустили. Я в этот момент успел позвонить другу, сказать, что меня задержали, я в здании ФСБ в Феодосии, завели, потом там внутри были допросы, что, как, я чем занимаюсь, почему-то я живу дома, а не в Ялте, почему уехал с Ялты, спрашивали много о каких-то ялтинских ребятах, знаю ли я их, не знаю, почему уехал с Ялты, ну, и вот так далее. После того, как я не дал им никаких основопоказаний, они сказали, ну, поехали, это часа два меня подержали, там они у себя. После того мы выехали, начали ехать в сторону Велогорска. По дороге они говорили, что мы сейчас приедем к тебе с обыском в дом, как будет на это реагировать твоя мать, как ты думаешь? Я говорю, не знаю. И ехали в сторону дома, при этом в дороге говорили, ну, ты был на Белой Скале? Я говорю, нет. Ну, говорит, есть возможности. Дальше ехали, мы проехали поворот в сторону моего дома, я говорю, мы проехали. Ну, говорит, ты же требовал адвоката, сейчас мы тебе найдем адвоката, какого ты хочешь. Потом проехали, доехали мы до района Зыгина, на трассе уехали в поле, отъехали километра 3-4. После меня высадили, говорили, ну, вот ты же хотел адвокат, сейчас тебя будет. Завели в здание какое-то заброшенное внутри. И там говорят, ну, выходи с машины, сейчас тебе будет адвокат. Вышел я, пошел с одним сотрудником, их было двое. А второй остановил в машине, якобы что-то брал, не брал, но одел куртку, завели меня в здание. Говорят, ну, сейчас, типа, будет тебе адвокат. Будешь ты нам рассказывать, не будешь. Будешь, а, будешь помогать, если не будешь. После того, они встали, плотнее ко мне вдвоем, и говорят, давай, ну, говори нам, что ты знаешь, что не знаешь. Я говорю, ну, я не пойму, о чем речь. И постояли мы так две-три минуты, и они вышли, и я говорю, что мне делать? Говорят, стой здесь сейчас. И когда отходили, я услышал один из них, но я так понял, главное, потому что он больше со мной беседовал. Он говорит, да, зачем он здесь нужен? Матом пусть остается. И они уехали. Ну, у меня забрали телефон, это еще в самом начале было. И оставили, уехали. Ну, потому что они постоянно, я почему понял, что это ялтинское ФСБ, потому что все время говорили, ну, с Ялкой к тебе приехали, как ты думаешь, просто так приехали? И так далее. И спрашивали постоянно за каких-то ребят ялтинских. Вот мы им взяли, ты же с ними знаком, и так далее. То есть, скажите, пожалуйста, у нас было сообщение, что вам, они потребовали у вас, чтобы вы копали могилу, или угрожали вам вот этим? Сколько? А, они, когда в дороге подъезжали к Жизнину, да, я забыл, они сказали, ты умеешь копать яму? Попал яму. Я говорю, нет, ну, сейчас будет возможность. Такого рода был, да, в Галке. Скажите, а что они хотели от вас? Вот они... Они, я так понял, хотели, чтобы я давал показания про каких-то ялтинских ребят. Почему? Потому что я жил в Ялте год назад и переехал домой. И они очень много вопросов задавали, почему я переехал домой, что мне в Ялте не живется. А в Ялте я жил в мечети. И больше на это акцентировали внимание, что ты в мечети делал, с кем общался. Этого знаешь, этого нет. И начали показывать различные фото. Я ответил, что на этих фото есть люди, кого я знаю, ну, в лицо, кого я знаю. И я, ну, как бы говорю, что в центре Ялты я живу. Спасибо. Спасибо вам большое за оппозицию, за смелость, потому что это сейчас не очень просто звонить из Крыма сюда. Я... Сергей, я просто хочу, чтобы вы коротко прокомментировали то, что происходит. Что ж... Это... То есть, смотрите, ФСБ. У нас просто на связи с Кондербариев, мы должны передать ему слово. Но я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. ФСБ занимается... Это что? Это похищение. Это похищение. Но так не действуют спецслужбы. Это что-то дикое. Ну, так действуют спецслужбы тоталитарного и авторитарного государства России. Если они хотят сделать так, чтобы крымские татары фактически самоустранились со своей родины. Чтобы... Если они хотят, чтобы крымские татары сдались просто в плен этой системе и растворились вот, да, в этом всем российском населении новом, так называемом, Крым. Конечно, не так действует. Ну, и... Знаете, я просто... Мы говорили в первой части о ситуации сегодня в Верховной Раде. Это не совсем, наверное, та тема, которую... Я просто хочу дать... Да, пожалуйста. Поговорить с Искандаром Ариевым, потом мы перейдем... Мы вернемся к Верховной Раде. Да, говорите. Здравствуйте, Искандар. Искандар. Да, здравствуйте. Я... У меня в руках... Мне попал документ. Я хотела вас о нем спросить. о законопроекте о коренных народах. Который, я так понимаю, что он уже... Это уже какой-то... Это некий готовый документ, который мы можем ожидать его рассмотрения в Комитете Верховной Рады. Скажите, пожалуйста, какие изменения ожидают крымско-татарский народ и вот с принятием этого закона? Что вы там предусмотрели? Искандар, у нас нет звука с Искандаром Ариевым. Я сейчас надеюсь... Я надеюсь, что мы восстановим. Да, Искандар, вы слышите нас? Нету звука. Нету звука. Нету звука. Нету. Я надеюсь, что мы сейчас исправим звук. Вот, смотрите, мы про... Потому что все, что происходит... Вот мы видим реальность, где людей похищают, где людей... Ну, слушайте, ну, это жутко. Копай в себе могилу. Ну, представляете себе, что это? И в этот момент кто-то выходит и делает заявление. ГЭК и ЧП, еще какую-то ерунду. У нас есть законы. Нам необходимо принимать законы. Мы говорили... До вас здесь был роман бессмертный. Мы говорили о том, насколько это важно, принять закон о коренных народах, изменение в конституцию, о статусе, крымская автономика, крымско-татарская автономия. Вот это Рада. Она вообще способна на принятие подобных решений? Да, она способна на принятие этих решений, если устранить... Есть отличия информационного шума. Это экзальтированных членов парламента некоторых. Понимаете? К сожалению, вот в эту эпоху, когда мы видим... Я, Роман Петрович, слышал немного его эфир, он говорил о разнице между знаниями и информацией, да, и о постправде, так называемой. То есть, когда мы живем в потоке информации, мы реагируем на информацию, но без знаний, да. Мы... Информация, на которую мы реагируем, которая идет к нам из массово, из многих источников информации, не превращается в какой-то качественный, интегральный анализ этой информации, да. Поэтому, конечно, к сожалению, информационная картина вокруг нашей Верховной Рады, она не сильно хорошая. И этому способствуют вот такие вот, в том числе непродуманные заявления и Оксаны Сыроид, и просто информационная шумиха, да, просто вот эти вот вспышки, на которые удобнее реагировать СМИ. Но при этом парламент вполне работоспособен. Мы приняли зону свободной торговли, ратифицировали с Канадой. Ратифицировали? Ратифицировали. Мы принимаем необходимые законы, принимаем, мы идем по децентрализации, мы идем по децентрализации. Этот закон непростой. Там, например, сказано, что коренные народы имеют право на обеспечение реального равенства путем внедрения представительства выборных органов государственной власти. Мы говорим о квоте. Есть пункт о том, что, ну, это достаточно объемный документ. Есть пункт о том, что отрицание этнической принадлежности. Что бы я хотел сказать? Это вообще возможно принять? То, что мы видим сейчас в Крыму, ведь это в некоторой степени происходит в другой версии. И на территории Украины. Это активность ФСБ. И мы прекрасно видим, что было бы с украинцами, если бы операция ФСБ по организации Новороссии некой, она бы состоялась. Я просто уверен, что вот такие вещи, которые происходят, в том числе в украинском парламенте, за этим реально стоят уши той самой Москвы и того самого ФСБ. Потому что цель любой спецслужбы, а тем более такой спецслужбы, как ФСБ, стратегия Кремля в том, чтобы разъединить. То есть их цель это посеять хаос в Украине и разъединить украинцев. Чтобы мы бились вокруг блокады, чтобы мы воевали вокруг Парасюка, чтобы мы утомились от вот этих вот медиа-вспышек, да, ГИКЧП, Майдан-3. Разобщить народ. Это то же самое, что они делают по отношению к украинским датарам. Здравствуйте, Искандер Бариев. Я хочу просто поговорить. Вот, здравствуйте, Искандер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня не услышали. Да, я готов сразу же ответить на этот вопрос. Спасибо за очень правильный и хороший вопрос, потому что однозначно должно быть урегулировано на законодательном плане ряд вопросов. И в частности вопрос о коренных народах Украины. Потому что, когда даже работа на международном уровне, а вот я совсем недавно вернулся из Лондона, то многие эксперты, международные эксперты политики, они говорят о том, что ряд вопросов еще не урегулированы на национальном уровне. И сегодня коренский датар действительно являются коренным народом Украины в связи с принятием постановления Верховной Рады Украины 20 марта 2014 года. При этом этот вопрос не урегулирован. И в частности тот запретный жрец, все судебные действия со стороны Российской Федерации и то, что Межлист назван экстремистской организацией, здесь, с другой стороны, мы должны четко показать именно, как может быть правом поле Межлист. Не просто назван официальным органом, а именно урегулирован законом. Законом о коренных народах Украины. И я думаю, что это даже у нас запоздалая реакция сегодня в Украине. И чем раньше, чем быстрее мы примем данный закон и еще ряд законов в Украине, чем мы будем способствовать в том числе и нашим друзьям в любом уголке мира поддержать Украину, поддержать международное право и способствовать быстрейшей докупации темы. Я прочитала этот законопроект. Там есть такие пункты. Я просто хочу, чтобы наши зрители понимали. Там сказано о представительстве в выборных органах. То есть это квоты, я так понимаю. Сказано, что отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов запрещается и влечет за собой ответственность. То есть унижение по национальному признаку, я так понимаю. Потом сказано о том, что должен быть предусмотрен порядок резервирования представителей коренных народов Украины в международных делегациях международные, всевозможные международные структуры и институции. Там есть пункт о том, что без согласия представительского органа коренных народов там необходимо согласие, в согласии с этим представительским органом коренных народов необходимо решать вопрос по земле, по резервированию земли для депортированных, для возвращенцев, тех, кто возвращается из мест депортации. Скажите, пожалуйста, Вы надеетесь, что это будет принято? У вас есть какие-то уже предварительные разговоры, наработки с украинскими политиками? Как они вообще воспринимают эти ноу-хау? Я думаю, что будет очень хороший посыл всему миру, если парламент Украины примет закон о коренных народах и посол Украины выступит на этом постоянном форуме ООН и заявит о том, что да, Украина на начальном этапе воздержалась от данной декларации, но к десятилетию украинское государство созрело, вышло на достаточно высокий политический уровень. И приняла подобный закон и урегулировала этот вопрос на территории Украины, это будет большой плюс украинской дипломатии, украинскому государству в глазах не только других государств, но и в том числе и более 300 миллионов коренных народов. Я думаю, это очень серьезный дипломатический и политический шаг. И депутаты Верховной Рады, они несут ответственность за это, потому что они должны думать о том, как должна выглядеть Украина на международном уровне. И этот вопрос может сыграть плюс нашему политическому эстеблишменту на международном уровне. Безусловно. Спасибо большое. Спасибо, Аскандер. Сергей, ну вот вопрос. У нас остается не так много времени. Мы вообще эти пункты, вот такие законопроекты, которые говорят, ну, антироссийские. Это есть антироссийский законопроект, на самом деле. Я все-таки считаю, что вопрос, прежде всего, не в нашем имениже по отношению к международному сообществу, а в том, что Украина задолжала кое-что крымским татарам. Много. Много задолжала. Понимаете, и признание их прав, признание их полноправных прав на самоорганизацию, на участие в политической жизни государства. Знаете, крымские татары показали себя большими патриотами Украины в эти страшные годы, которые мы переживаем сейчас, чем многие украинцы. Мне кажется, что есть долг государства Украины перед крымско-татарским народом. Тем более в ситуации, когда на полуострове мы наблюдаем политику этноцида по отношению, по этническому принципу, по отношению к крымским татарам. Поэтому я думаю, что Верховная Рада достаточно консолидирована для принятия подобных законопроектов. Единственное, что я считаю, что такой законопроект должен вносить президент Украины. Винтон. Этот законопроект должен вносить гарант суверенитета государства. Потому что крымские татары, статус крымских татар, статус меджилиса крымско-татарского народа – это вопрос суверенитета Украины. Вопрос ее независимости. Это слишком много для того, чтобы этот законопроект вносился рядовыми депутатами. Есть гарант Конституции, есть гарант суверенитета, есть человек, чья фракция представлена в третью парламента. Это блок Петра Порошенко, это третья украинского парламента, члены и Рифат Чубаров, и Мустафа Джамилев, члены блока Петра Порошенко. Поэтому было бы логично, конечно, чтобы это внес президент. И я тогда думаю, что с голосованиями проблем не будет. Вы же понимаете, что это как раз и есть очень серьезный удар по российским скрепам в Крыму, по всему этому безумию, которое нам говорили. Что касается политики ФСБ, то разобщить, я же вижу, что такая же попытка разобщить и такая же стратегия применяется по отношению к крымским татарам в Крыму. Просто это более явно, это более таких, как мы сегодня слышали, проявлениях уже прямых физических воздействий, когда из людей убивают показания, когда их заставляют предавать свой народ, предавать Меджилис, давать ложные показания на членов своего народа, на представителей Меджилиса. И знаете, я просто еще раз хотел бы, я в прошлом эфире мы об этом говорили, просто призывать крымских татар к тому, чтобы смотреть на свою судьбу и на судьбу лично каждого крымского татарина без отрыва от судьбы всего народа. Знаете, когда появляются какие-то фейковые общественные активисты от крымских татар, которые говорят о том, как хорошо будет с Россией, когда появляются какие-то люди, которые убеждают крымских татар, что Украина им ничего не давала и не даст, и Украина виновата в аннексе, когда мы видим, что политику, то есть что вокруг крымских татар плетутся уже международные интриги. Есть политика Турции по отношению к крымским татарам, есть политика Гюлена по отношению к крымским татарам, есть какие-то интриги между Турцией и Россией, где крымские татары могут выступать разменной монетой. Есть политика Украины, и как украинские депутаты я не могу этого говорить, но как гражданин я могу призвать крымских татар, посмотрите не только на свой опыт, на опыт своего геноцида, посмотрите на то, что сейчас с нашей политикой делает Кремль. И поймите, что слава богу, что у крымско-татарского народа есть уж точно люди, на которых можно равняться. Есть Мустафа Джамильев, есть Рифат Чубаров, есть Меджилис крымско-татарского народа, есть инстинкт выживания и инстинкт сохранения народности, которые крымские татары пронесли через геноцид, через депортацию, через все ужасы, которые делал с ними Россия, Советский Союз делает сейчас Россия. Не поддавайтесь на провокации и учитесь у украинцев на примере нашего бардака иногда, на примере того, как нас, я ответственно заявляю, иногда разводят Кремль, натравливают друг на друга. Вот учитесь, посмотрите и не поступайте так, как мы. Держитесь вместе. Вы практически слово в слово повторили то, что говорил здесь Роман Бессмертный о том, что политика разделения крымских татар направлена против Украины, потому что в интересах украинского государства статусы и права этого народа. Всего хорошего. Встретимся в Крыму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова